Белорусов осудили за чаепитие в квартире. Восьмерых жителей Белоруссии привлекли к административной ответственности за чаепитие в квартире одного из осужденных. Об этом сообщает Витебская весна. Как отмечается, 15 марта, в день Конституции Белоруссии, восемь жителей Витебска встретились на частной квартире, чтобы пообщаться и выпить чаю. Через некоторое время в незапертую квартиру вошли пять милиционеров в штатском, которые задержали всех присутствовавших в жилище и увезли их в районы отдел внутренних дел. В РОФД задержанных обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. На них были составлены протоколы. 19 апреля их дело рассмотрел суд Витебского района. Руководил операцией старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОФД Сергей Веракса. Он сообщил суду, что получил от некоего анонима информацию о том, что в его доме регулярно собираются люди, которые исповедуют какую-то философию. Прозвучало название синтез-фа. Он посмотрел, что это такое, в интернете. И там же, на сайте организации, нашел список, в котором фигурировали 16 фамилий. 8 из них принадлежали людям, которые участвовали в собрании. Это и стало поводом, утверждал Веракса. Обвиняемые люди среднего и пожилого возраста заявили на суде, что не имеют отношения к синтезу-фа и ничего не знают об организации. Они указали, что подобные встречи имеют место один-два раза в месяц. На них витебчане обсуждали смысл жизни, космос, затрагивали аспекты так называемой философии синтеза. 15 марта они успели поговорить лишь о победе биатлонистки Дарьи Дамрачевой на этапе Кубка Мира и документальном фильме, в котором президент России Владимир Путин обещал полететь на Марс. В программе дискуссий было обсуждение ума интеллекта, заявили они. Мы обо всем разговаривали. Они обращались за разрешением, ведь даже подумать не могли, что встречу можно квалифицировать как несанкционированные собрания, заявила женщина по имени Светлана, которую обвинили в организации массового мероприятия. В 2016 году обвиняемые предприняли попытку зарегистрировать в городе организацию Метагалактический центр Витебск, которая занималась бы философско-просветительской работой, однако в регистрации им было отказано. После этого некоторые из заявителей стали членами недолго существовавшей организации «Время жить». Если вы регистрировались и вам отказали, то зачем тогда собираться пить чай? Такая моя логика, заметил Веракса. Мы же хотели зарегистрировать организацию для развития человека. Президент Александр Лукашенко же тоже говорит, что нужно развивать своего человека в Белоруссии, чтобы был здоров и развит, культурный. А так где наш интеллект и наше развитие удивилась одна из обвиняемых. Мы пришли навстречу друзей отметить праздник Конституции. А собрания и митинги это не для нас, мы этим не занимались и не занимаемся. Ничего запрещенного мы не делаем, добавила она. Суд признал собравшихся виновными в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 23.34 КАПРБ, нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, предполагаемого организатора собрания приговорили к штрафу в 490 белорусских рублей, около 15 тысяч российских рублей. Остальные семеро участников встречи получили предупреждение, как не привлекавшиеся ранее к административной ответственности. Статья 2. Закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь определяет собрание, как совместное присутствие граждан в заранее определенном месте под открытым небом, либо в помещении в установленное время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их интересы. На подобные мероприятия организаторы должны подавать заявку в административный орган, на территории которого и планируется собрание, не позже, чем за 15 суток до него. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента Дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Субтитры создавал DimaTorzok